Особое мнение на 101FM 13.06. В Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. А свое особое мнение высказывает лидер кировских коммунистов, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, добрый день. Добрый день. Сергей Павлинович, недавно произошло событие, которого, наверное, ну я думаю, что ваша фракция и другие фракции оппозиционные ждали, потому что действительно поменялся спикер УЗС. Мы об этом, Мария, долго говорили, о том, что Быков рано или поздно он будет, так сказать, снизвергнуться с этой должности. Но были протесты, да, и ваши. У нас был протест на протяжении 2007 года. Еще будучи он главой города Кирова, мы высказывали ему недоверие, наши партии и большинство населения, то, которое сегодня проживает в городе Кирове. Не только в Кирове, но и в целом в Кировской области. Поэтому для нас уход Быкова, он был предполагаемым, с учетом того, что последняя весенняя сессия, которая была перед летними каникулами, она, три оппозиционных партии вышли, по сути дела, с пленарного заседания. Тем самым провели определенное совещание и приняли обращение к избирателям Кировской области. И также последовательно решили не присутствовать на заседании законодательного собрания, с учетом того, что репутационные возможности господина Быкова, они были уже исчерпаны на тот момент. Вы считаете, все это как-то повлияло или все-таки это... Это повлияло. Почему это не повлияло? Потому что повлияло, с моей точки зрения. Но ведь когда вышли три фракции, это уже политический кризис на территории того или иного региона. На территории Кировской области, по сути дела, получился политический кризис. Как все это дело произошло? Какой последовательности двигались фракции? Это все сегодня известно всем и, я думаю, не стоит повторяться. Наша фракция шла последовательно и, в принципе, мы, как говорится, сохранили тот договорной процесс, который был достигнут на последнем заседании законодательного собрания, то есть весенней сессии. Ну, давайте теперь вернемся вот уже к последним дням, да, и вообще к самой процедуре вот этой смены руководителя. В первую очередь интересно обсудить вот саму эту процедуру, да, то, что мы все видели, что происходило вот на заседании в пятницу. Я это к чему? Вы еще примерно месяц назад говорили о том, что оппозиция выдвинет единого кандидата, своего, скорее всего. Мало того, я позвонила вам накануне, и еще я звонила Владимиру Костину, и вы, и он мне сказали, что кандидат от оппозиции будет. В итоге что мы видели? Ну, в итоге видели то, что мы увидели с вами, правильно? Что кандидаты не стопны. Ну, это была в определенной степени интрига с нашей точки зрения и с того момента, что вот, допустим, мы призывали не голосовать за те кандидатуры, которые будут вот чем-то выдвинуты. Что и произошло. 11 депутатов не голосовали. Ну вот, кстати, КПРФ не объявила о том, что не будет голосовать. Мы объявили это. Вы посмотрите на нашем сайте, потому что у нас основной источник средств массовой информации, это наш сайт КПРФ. Вы не сделали это. Да, мы это анонсировали, мы об этом говорили, мы вели переговоры, и, в принципе, справедливая Россия нас поддержала, поддержала часть ЛДПР, ну и часть даже Единой России поддержала. Тут что греха таить, я не буду называть депутатов, но было голосование тайное. Всего лишь на один голос прошел господин Бакин. Вот, с учетом того, что 11 человек, в принципе, это самое, не... Испортили бюллетени, можно сказать. То есть наш призыв был услышан, а как вела себя ЛДПР, это вы видели. То есть предложила ЛДПР сегодня, вернее, на тот момент Костина, Костин сделал самоотвод, и пришлось Единой России выдвигать, как говорится, альтернативную кандидатуру, за которую отдали 4 голоса. Но они ее раньше выдвинули, а сначала выдвинули. Интрига была сохранена, и с учетом того, что вот один голос, он решил исход данного голосования. Он мог бы, если бы активно поработали, то, естественно, были бы сорваны это самое, это голосование. У нас другие были некоторые, в общем-то, схемы, которые мы могли бы использовать, но не стали этого делать. Накануне был переговорный процесс, в принципе, я был приглашен как руководитель фракции, и, в общем-то, мой помощник. Мы встречались с губернатором, губернатор предложил встретиться с кандидатурой, которую обозначило большинство в парламенте, и это с господином Бакином. Мы все три оппозиционные партии встретились с господином Бакином, обсудили те вопросы, и тот регламент, который, в общем-то, сегодня, он, с моей точки зрения, выражает не... Ну, большинство, отражает, вернее, большинство тех депутатов, которые, в общем-то, сегодня работают в законодательном собрании, я имею в виду Единой России. А то, что демократичность и многие процедурные вопросы, которые, в принципе, в законодательном собрании, они отсутствуют, поэтому мы обговаривали эти вопросы, вот именно на этой встрече. Ну, вот мы немножко... Мы от процедуры голосования немного ушли, мы к ней вернемся, но я хочу, раз уж мы заговорили вообще о работе ОЗС... Ну, а процедура голосования, она была закрытой, понимаете? Сейчас вернемся, можно я сейчас задам вопрос по поводу того, какой теперь вы видите работу ОЗС, раз уж мы заговорили о Бакине. Помните, раньше говорилось всегда, значит, Владимир Буйков держит в своих руках всю партию, все действуют так, как говорит он. Сейчас что-то поменяется, на ваш взгляд? Может быть, к оппозиции больше? Ну, мы надеемся, что поменяется, естественно, потому что Владимир Бакин, это человек еще старой советской системы, руководитель, поэтому, но в то же время Единая Россия, она никуда не ушла, фракция есть, и, естественно, он будет подчиняться воле партии через фракцию. Это составная часть партии, фракция, она полностью подчинена партии. Та или иная партия сегодня должна и обязана контролировать фракцию. Поэтому, как говорится, этот вопрос, он стоит, с моей точки зрения, под большим вопросом, будет ли он какие-то, так сказать, делать послабления. Но мы все депутаты одинаковые, избраны народом, и у нас один и тот же, как он образно сказал, один и тот же мандат, то есть красного цвета в удостоверении. Поэтому он всего лишь сегодня является председателем. А что такое председатель? Это тот же самый депутат, он просто ведет пленарное заседание, плюс организационные вопросы, те, которые, в общем-то, законодательное собрание решает, он контролирует, плюс является распорядителем кредитов. Как будто бы вообще не важно, кто там сидит. Как будто бы, я считаю, что это зависит, конечно, от человека, от его, от личности, с моей точки зрения. Как эта личность себя поведет, и как она будет, в принципе, так сказать, сегодня взаимодействовать с депутатским корпусом, потому что законодательное собрание, это политический орган сегодня, с моей точки зрения, потому что там четыре политических партии присутствуют. Вот. И тут, как говорится, дискуссия, она должна быть и обязана быть. Вот. Поэтому и решение этих вопросов должно, с моей точки зрения, конечно, быть очень взвешенным. И мы всегда, прежде чем принять решение, а как же отреагируют наши избиратели на то или иное решение. А если говорить про Быкова, то помните, впереди планеты всей наше законодательное собрание пошло и поддержало закон о пенсионной реформе. Мы голосовали против, естественно, но наших голосов не так много. И, в принципе, первое законодательное собрание поддержало принятие закона по увеличению пенсионного возраста. Ну и другие негативные примеры, которые, в общем-то, были. То есть с новым руководителем вам кажется уж таких-то вещей быть не должно? Видите, здесь переходный период. Полтора года осталось до следующих выборов. Поэтому я считаю, что, как говорится, проголосовали, мы не голосовали. Ну вот еще один вопрос у нас прям до перерыва совсем немножко. Ну знаете, есть старая русская пословица. Посмотрим, сказал слепой, как без ноги спляшет. Ну вот давайте немножечко не о слепых, не о безногих, а, может быть, о молодой крови, как сейчас модно говорить. Да, я хочу задать вопрос по поводу того, почему Единая Россия, на ваш взгляд, такой выбор сделала. Сейчас тренд такой, все говорят, так модно говорить, нам нужна молодая кровь, свежий взгляд. А почему выбор был сделан? Молодая кровь, свежий взгляд, это все сегодня от лукавого. Если человек, как говорится, ничем не руководил, человек, который не понимает, как говорится, в управлении, то молодая кровь здесь не поможет. Мы уже и так в страну, по сути дела, с молодой кровью изломали. И так ее изломали, что сегодня, вы видите, идут, я бы так сказал, абстрактные вещи, которые представляют нашу жизнь. Ну, много, долго можно об этом говорить, поэтому я не считаю сегодня ценз возрастной, то есть молодой или старый, но с учетом практики и с учетом опыта, это дорогого стоит, с моей точки зрения. Поэтому возрастной ценз здесь ни при чем, тренд, но у нас и есть, и президент сегодня уже на седьмом десятке, и, как говорится, и другие руководители, много их очень. А есть молодые, к примеру, те, которые идут в регион, не понимая, куда они идут, и разваливают этот регион до ручки, по сути дела. То есть вот с этим трендом, с этими, так сказать, мероприятиями, ну, мы растеряли, в том числе, Единая Россия, кадровый потенциал на территории не просто Кировской области, а в целом Российской Федерации. Если взять сегодняшнюю фракцию Единой России, там Нейского выбирать. У нас сейчас перерыв, через полминутки вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, все-таки я хочу вернуться к своему вопросу. Ну, давайте, да, я отвечу. Одному из первых, которые я вам задала. Еще раз хочу понять, почему, когда накануне, перед пленарным заседанием, я позвонила вам. Ну, Владимир Костин, вы за него говорить не можете, за себя. Я не могу говорить, но мы с Владимиром Костином не обсуждали эту тему. Мы обсуждали с Федором Васильевичем Сураевым. То, что мы обсудили и приняли, мы, по сути дела, показали во время голосования. И, в принципе, «Справедливая Россия» и Компартия сработала, как говорится, великолепно. В том числе и часть, еще раз хочу подчеркнуть, единороссов поддержали и поддержала часть ЛДП. Давайте еще раз, что вы обсудили? Мне вы сказали, что будет представитель от оппозиции. Но ни ваша партия, ни «Справедливая Россия» своего... Ну, я вам прямо скажу, что мы обсудили, мы не будем выдвигать свою кандидатуру. Пусть «Единая Россия», так сказать, сегодня, которая предложила господина товарища Бакина, значит, они и альтернативу предлагают. А если выставится господин Костин, то есть его предложит сегодня ЛДПР, то там будем, примем решение совершенно... То вы его поддержите? Ну, поддержим, не поддержим, а, так сказать, примем решение. То есть вы, говоря, что кандидат от оппозиции будет... Мы, как говорится, договорные обязательства, те, которые обсуждали, четко очень выдержали. И я всецело могу сказать Федору Васильевичу огромное спасибо за тот момент, который, в общем-то, обсудили и вот так вот спокойно прошли это мероприятие. То есть, говоря, что кандидат от оппозиции будет... Но если бы мы, еще раз, да, если бы вступили в переговорный процесс, Костин заступил, он все-таки вице-спикер и так далее, как говорится, то, естественно, мы бы сорвали голосование. А мы тут немножко не дотянули. Может, и есть и наша вина, моя в первую очередь, как говорится. Вы имеете в виду, голосование сорвали вообще? Вообще, по тем кандидатурам, которые предложила «Единая Россия». А что бы это дало? А ну что бы это дало? Дало бы очередное, так сказать, очередное законодательное собрание. На очередном законодательном собрании неизвестно, наверное, эти же были бы кандидатуры. Так могли бы полтора года оставшиеся... Да, могли бы полтора года исполнять обязанности те заместители, которые, в общем-то, сегодня есть в законодательном собрании, по очереди. То есть, такой план был? Просто до него дело не дошло? Ну, такой план, если бы он был, мы бы его реализовали. У нас план был тот, который мы реализовали. Я еще раз вам говорю, то, что вы увидели в один голос, хотя немножко не доработали, еще раз подчеркну, вот, особо подчеркну, что немножко не доработали. Не доработали для того, чтобы совсем сорвать. Да, для того, что вот сейчас мы с вами обсудили, и то, что мы, это самое, не хочу возвращаться и повторяться по данной теме. Владимир Костин, который снял свою кандидатуру, я опять же понимаю, что вы, может быть, за него не можете сказать, но ваше мнение, почему он это сделал? Ну, с моей точки зрения, он, наверное, поступил правильно, вот, а, как говорится, та интрига, которую мы обсуждали, я думаю, что, наверное, и был разговор Федора Васильевича с ним, потому что у нас свободно общение, вот, то, что он это сделал, ну, он сделал, может быть, из-за того, что проголосовали за него или не проголосовали, это не вопрос, но я, с моей точки зрения, он поступил правильно. Не очень поняла, почему правильно поступил? Ну, потому что, ну, почему? Ну, там разделились голоса, там, может быть, перевеса бы не было, а, может быть, совершенно было другое голосование, и в то же время, может быть, господин товарищ Бакин прошел, так сказать, на... Более бы, побольше за него проголосовал, понимаете? Ну, тут тактический ход был очень правильный, с моей точки зрения. Сняться и вообще отказаться голосовать. Да, в определенной степени, может быть, и какая-то слабость господина Костина, но в то же время я считаю вот таким образом, то, что сказал выше. Вот, поэтому тут ничего такого, так сказать, сверхъестественного я не увидел, я предполагал это. Перейдем тогда к другой теме. На эту тему очень много вопросов пришло к нам от наших слушателей. Я не устаю повторять, что вы, Сергей Павлинович, наш самый популярный гость, которому всегда просто вал вопросов. Сейчас вот я обновлюсь, и, может быть, еще новые вопросы пришли. Наши слушатели могут продолжать отправлять их к нам, потому что мы работаем в прямом эфире. Да, уже семь вопросов. Все интересуются вашими внутрипартийными делами, потому что мы сейчас читаем очень много разной информации. У нас еще эта тема в эфире не обсуждалась. Хочется услышать от первоисточника, что происходит в партии. Из нее исключили, как мы знаем, двух депутатов, как было заявлено из-за того, что они поддержали в свое время Владимира Быкова. Расскажите, пожалуйста, что происходит. Ну, в партии не происходит ничего. Это я еще раз хочу подчеркнуть. В афракции, афракция, она подчинена партии. Все-таки все депутаты, у нас четыре депутата избраны по партийному списку. В принципе, и сегодня устав партии, и положение афракции, оно сегодня полностью, я бы так сказал, подчинено партийным решениям. Это не только в нашей партии, это и в Справедливой России, это и в ЛДПР, это и в Единой России. То, что касается, никакого внутри партийного раскола нет, а исключены два депутата. Анатолий Чурин, Леонид Сандалов. Да, Леонид Сандалов, исключенный из партии, он, как говорится, потерял, с моей точки зрения, связь с партией. Не только с моей точки зрения. У нас работает комиссия контрольно-ревизионная, регулярно проверяют состав партийный, регулярно проверяют уплату членских взносов, регулярно смотрят и отслеживают контрольно-ревизионную комиссию, какой коммунист, так и проявляют какую активность, согласно уставу нашей партии. Вот поэтому был Леонид Витальевич исключен из партии, из фракции, с учетом того, что он потерял взаимодействие, по сути дела, с партией. А господин Чурин, он не был партийным у нас, он не является членом КПРФ и не был. Поэтому он наш был сторонник, но, к сожалению, то же самое, как можно сидеть на двух стульях. Вот вы представляете, если член высшего политсовета, а господин Чурин у господина Васильева является советником, а господин Васильев является членом высшего политсовета Единой России, а он является у нас членом фракции. Мы ему предлагали, приглашали его на бюро, предлагали, или же вы оставаетесь депутатом, или же вы оставаетесь советником. Но с учетом того, что точка кипения дошла, так сказать, до определенной эпогеи, когда поддержали эти два товарища, так сказать, господина Быкова, пришли на сессию и поддержали Быкова. Поэтому отреагировала партия немедленно на данные, так сказать, поступки двух бывших товарищей. Поэтому тут никакого раскола нет. То, что барзописы пишут там, это другой вопрос. Тот, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. И сегодня отвлечь население от тех насущных проблем, которые сегодня есть. Естественно, та оппозиционная партия, которая сегодня пользуется огромным авторитетом, с моей точки зрения, в обществе, значит, надо нести деструктив в ряды этой оппозиционной силы. Но этого не получится, я еще раз подчеркиваю, у тех людей, кто думает об этом и кто мыслит об этом. Ну вот смотрите, несмотря на все, что все равно эти материалы там, они появляются, мы читаем это все, да, мы читаем разные точки зрения. Я понимаю, но эти... Вот такие вещи на имидже партии, на ваш взгляд, как сказано? Ну, на имидже партии, естественно, если идет это однобокой процесса, в какой-то степени, да, может отразиться. Но я не думаю, я не думаю, что сегодня отразится вот это, так сказать, исключение на имидже партии. И знаете, как сказал Булгаков, самый, как говорится, самый большой порог – это трусость. А трусость что, в общем-то, порождает? Порождает предательство и так далее. Это сказал Булгаков в произведении «Мастер Маргарита». Поэтому все этим, по-моему, сказано сегодня в отношении того деструктива, который в средствах массовой информации присутствует. То, что касается телеграм-каналов и так далее, ну, это еще раз подчеркиваю, тот, кто платит деньги, тот и заказывает трусость. Насколько мы знаем, несогласные депутаты Анатолий Чурин, Леонид Сандалов… Мы проходили многие, так сказать, не такие, в общем-то, инсинуации, которые вокруг партии на протяжении последних 12 лет, в общем-то, росли, образовывались и так далее. С решением этим я хочу сказать, что они несогласны, они его обжаловать хотят. Ну, это их право, пусть они обжалуют, пусть куда угодно, хоть в суд идут, но мы все сделали с точки зрения, так сказать, устава нашей партии и законодательства Российской Федерации. Я должна сказать, что у нас в эфире мы готовы и предоставим им площадку для того, чтобы они могли и свою точку зрения высказать. Ну, это ваше право, я еще раз говорю, то, что сегодня Ахинеи во многих средствах массовой информации несут, это их право. Они и так уже много наговорили на себя и, как говорится, на людей. Ну и вот вопрос в тему этого разговора, не представился наш слушатель, он спрашивает, сколько партийцев осталось в партии, динамику численности презентуйте. Не всех еще разогнали. И второй, значит, второй слушатель добавляет, да-да, и без мертвых душ, которые не платят взносы и не ходят на партии собрания. А еще раз хочу подчеркнуть, что у нас мертвых душ нет. У нас в каждом районном отделении есть контрольно-резидентная комиссия, которая смотрит и которая, по сути дела, отчитывается перед активом партии о своих действиях в отношении тех членов партии, которые, в общем-то, есть. То, что сегодня у нас порядка двух тысяч членов партии на территории Кировской области, если взять помесячно, то у нас прирост неплохой. Мы ежемесячно 10% от этой численности, у нас, в общем-то, приток в партии имеет место быть. Но есть, естественно, убыль, как говорится, в партии. Но есть вот какая-то динамика-то за последние... Я думаю, что это самая динамика сегодня у нас положительная. Если, допустим, взять вот сегодняшний месяц, ноябрь, то мы уже на первую половину этого месяца мы имеем 5% вновь вступивших в партию. Поэтому динамика положительная и никто... Приток сегодня в партию неплохой, с моей точки зрения. И люди понимают, что единственная оппозиционная сила, единственная, так сказать, партия, которая стоит на, по сути дела, на тех позициях социальной справедливости, которые, в общем-то, каждый хотел бы иметь сегодня в это сложное время. У нас сейчас перерыв на рекламу. Две минуты и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Веду сегодня ее я, Мария Кожевникова. Особое мнение высказывает первый секретарь обкома КПРФ, советник председателя партии Геннадия Зюганова Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, еще один вопрос я прочитаю. Здесь их много, мы все не успеем. Но вот еще один. Вы уже говорили о встрече, которая проходила вместе с Васильевым. Об этом мы уже говорили. И вот есть такой вопрос от нашего слушателя-читателя Николая Кроватьев. Назвался он Сергей Мамаев. Вы очень душевно встречаетесь с Васильевым под кураторством Плитко. Временные варяги уже не временные варяги или совсем не варяги, спрашивает он вас? Ну это, как вам сказать, они варяги, но ведь сегодня уже третий год работают на территории Кировской области. То, что встречаюсь я с Васильевым, я встречаюсь по просьбе избирателей. И не более того, то, что касательно сегодня оппозиционности, мы, так сказать, ее не обсуждаем. Мы обсуждаем те вопросы, которые, в общем-то, не решаются на территории Кировской области. И это необходимость любой политической партии, которая, в общем-то, считает себя политической партией. То, что касательно других вопросов, которые вот сейчас задают, то они не лежат в плоскости любезности и так далее. Так, я просто все читаю вопросы, вопросы все прибавляются и прибавляются. Но у нас есть еще тема, которую хочется обсудить. Если останется время, вернемся к вопросам. В ОЗС принят проект закона, согласно которому депутаты муниципальных дум не обязаны отчитываться о доходах и расходах, если не купили недвижимость, авто, ценные бумаги на сумму выше дохода семьи за три года. Хочется понимать, коснется ли это Кировской городской думы. И вот самый важный вопрос, но неужели, если коснется, ведь нам всем людям важно знать, кто работает. Мария Кировская городская дума относится к муниципальной думе, поэтому ее коснется данный законопроект. Но здесь он еще принят в первом чтении. Я думаю, что будут, в общем-то, доработки этого законопроекта и, в принципе, дополнения и предложения. Под этим вы что имеете в виду? Которые будут обсуждаться? Исключить думу, прописать? Безусловно. Такая возможность, так сказать, присутствует. Почему бы и нет? Кто-то предложит, может быть, ваша партия. Если, в общем-то, и доказуемо это предложение будет обосновано, то, естественно... Ваша партия не собирается этого сделать? Не думали об этом? Нет, мы думали, мы все законопроекты, в общем-то, обсуждаем и принимаем соответствующие решения, как голосовать, какие предложения и так далее. Вот. И свои законопроекты вносим. Ну, вообще, на ваш взгляд, ну, должны люди знать, кто работает в думе, как их доходы меняются? Но здесь есть оговорка, вы видите, это самое, то, что вы сейчас сказали, там, три года, если человек купил авто, если где-то дополнительные доходы появились, то он будет декларировать, обязан будет это сделать. А если сегодня в селе депутат, который, у него дополнительных доходов нет, и он, как говорится, должен собирать вот эти справки и отдавать, в общем-то, регулярно каждый год в районную дому, то сегодня уже интересантов-то в районную дому практически сложность в этом вопросе. Это понятно, что речь здесь идет, в первую очередь, о сельских депутатах, но в то же время Киров как бы случайно сюда попадает. Да, но исключение может быть, я еще раз вам хочу сказать. В то же время люди хотят знать и видеть, а вот депутаты наши, они беднее становятся. Вы правильно говорите, страна должна знать, в кавычках, своих героев, правильно? Нет, но даже не о геройстве речь. Доходность этих, так сказать, людей, которые, в общем-то, представляют сегодня избиратели. Люди становятся богаче или беднее, ведь это отражение, наверное, жизни какой-то нашей. Безусловно, Мария, я с вами согласен полностью. Следующий вопрос. КПРФ подняла вопрос с переименованием улиц в Слободском. И в городе Кирове. Да полный абсурд это, Мария. Давайте пока о Слободском. Смотрите, там улицам вернули исторические имена. И в то же время сейчас прокуратура говорит о том, что сделано это было неправильно, с нарушением. Прокуратура правильно сделала, так сказать, замечание, это с нарушением сделано. Во-первых, обсуждение. Что такое депутаты? Приняли это самое, переименовали это на раз-два. А с учетом того, что должны быть обсуждения. И сегодня категорически против большинства населения того же города Слободского, города Кирова. Если, а я бы попросил, вот сейчас пользуясь случаем, сегодня это самое епархию, церковь имеется в виду. В общем-то, мирские дела не лезть. Потому что церковь отделена от государства, это не ее проблемы. Занимайтесь, так сказать, теми вопросами, которые у вас в вашей точке, вернее, компетенции присутствуют. А то, что сегодня происходит в Украине, нам не нужно сегодня эти вещи переносить на территорию Российской Федерации. В первую очередь, Кировской области. Какие там это исторические названия и так далее. Тогда народ принял решение. Эти улицы носят названия уже более ста лет. Как говорится, те названия, которые здесь есть. А здесь, что произошло в Кирове, господин Быков пошел, так сказать, на попятную той же епархии и переименовали улицы. А на самом деле, де-факто и де-юре у людей в паспорте прописка стоит, например, на улице Энгельса. Правильно. И зачем людей заблудить? Это полная чушь. Это сегодня я называю антисоветизм и русофобия. Стопроцентная, в глубинке. И кто ведет к этому? Ведет к этому, должно быть умиротворение отношений, так сказать, церкви к населению, гражданам и прихожанам. Вы занимаетесь прихожанами. Как говорится, не лезьте в мирские дела. Ну, давайте немножечко просто... А то, видите, политикой начали заниматься, переименовать улицы и так далее. Зачем нам сегодня делить людей? Зачем сегодня это самое... Я не нашел ни одно переименование улицы Ленина на территории Российской Федерации. Даже на постсоветском пространстве. Понимаете? Но памятники, да, как говорится, сносят пример негативный той же Украины. К чему она сегодня нас ведет? К войне. Зачем это делать? Это люди просто неумные, с моей точки зрения. Глупые это делают. И как оп ему, так сказать, напились и, в принципе, голосуют. Да кто они такие? Они избраны народом, понимают. Но они должны сегодня с народом-то посоветоваться, а не просто принимать решения. А у нас же сейчас принимают решения депутаты тех же, это самое, районных дум. Но с людьми не встречаются. Давайте разберемся снова в процедуре. Вот я начала говорить о прокуратуре. Началось все с того, что вышли люди на митинг под флагами КПРФ. И резолюция была направлена в прокуратуру. Смотрите, после проверки, значит, выяснилось, что решение должна была принимать город-администрация, а приняли депутаты. Вот сейчас что должно произойти? Решение город-администрации или приняли депутаты, я еще раз говорю, должны быть сходы. Должны опросить всех граждан, которые проживают сегодня на улице Ленина, к примеру, города Слободского. Опросите их. Что им не нравится сегодня на звании? Если они не знают, кто такой Владимир Ильич Ленин, его весь мир уважает. А эти люди, не помнящие своего, как говорится, родства, и не помнят, кто и где они, так сказать, откуда произошли. И какое получили образование и так далее. Много факторов сегодня, Мария, которые, по сути дела, это, с моей точки зрения, это преступление. Вот это, с моей точки зрения, еще раз хочу подчеркнуть. Почему? Потому что эти люди не знают истории. Они где родились и где выросли? Как они получили образование? За счет чего? Когда была неграмотная Россия, когда Ленин ее принял с сахой, лопатой, а Сталин оставил, это самое, с первым космонавтом Земли и земного шара, вот, и с ядерным и атомным оружием, то этого почему-то никто не цитирует. И я еще раз обращаюсь и к Министерству внутренней политики Кировской области. Прекратить надо эту русофобию и антисоветизм на территории Кировской области. И в первую очередь убрать этот блуд господина Быкова по переименованию улиц на территории города Кирова. Давайте теперь по порядку. Вот то, что, значит, замечание прокуратуры. Теперь городадминистрация обязана вернуть название или нет? Обязана. Она обязана вернуть название. Это, по сути дела, превышение должностных полномочий. На что ее обратила внимание прокуратура. То есть она вынесла предостережение. Предостережение будет, оно отменяет, по сути дела, то решение, которое, в общем-то, неправомерно вынесла городская или районная дума. Городская. Вот. Поэтому прокуратура сегодня стала на букву закона. И плюс здравый смысл сегодня должен все-таки присутствовать. А те, я не понимаю этих депутатов, что у них много, вернее, мало проблем на территории города Кирова. Вот заняться переименованием улиц. Что от этого изменится? Ничего не изменится. Просто сегодня разведут на разные стороны баррикад людей. Кто за, как говорится, за непереименование, а кто за переименование. И там я убежден, что там единицы будут за переименование. Убежден. Вот. Не надо, как говорят у нас в народе, к бабке ходить. Вот. Ну, сто процентов уверен, что большинство населения города Слободского против переименования. Как большинство населения города Кирова было вот на этот блуд господина Быкова, как говорится, по переименованию улицы города. Что изменилось? А вот по этому поводу. Улицы стали краше. Что люди стали, так сказать, богаче жить от этого. Да нет. А почему вы историю, так сказать, не изучаете, а вы ее обличаете? Те люди, которые сидят, это бездарей, которые, с моей точки зрения, которые вот так вот этим занимаются. Во-первых, это патриотизм сегодня у людей должен прививаться. Он привился в определенное время у многих людей. Вот. И сегодня это все происходит наоборот. Где-то повторяться сегодня майдан, с моей точки зрения, украинский. Зачем это дело? Давайте еще по Кирову разберемся. Вы говорите, что хотите опротестовывать. Если бы сегодня переименовали Марию улицу, и эта улица была шикарной, в брусчатке там, как говорится, асфальт был. Каждый год, как в Москве, в общем-то, меняли. Вот. На этих улицах я, конечно, бы был обоими руками за. Если бы дворы у нас были красивые и ухоженные, вот. Если бы люди жили комфортно, и у них была работа в достатке, как говорится, каждая семья жила, вот это было бы, было бы, тогда все понятно. Тогда, Сергей Борисович... Сегодня вы отвлекаете от насущных проблем и не хотят решать вот эти вопросы. Они бы увеличили рабочие места, чтобы наши семьи, в общем-то, не страдали. Когда мужья уезжают на север на заработки. Вот. Сергей Павлинович, тогда зачем вам опротестовывать Преображенскую, Казанскую и Пятницкую? Зачем это снова тогда поднимать? Зачем этим заниматься? Я вам еще раз говорю, они сегодня нелегитимные. Дорогая Мария, они нелегитимные. Мы с вами сейчас... Но вы же опять время и силы хотите тратить на то, чтобы этим заниматься. А мы это должны вернуть. Мы обязаны, потому что это сами люди зарегистрированы на улице Энгельса, а улица Пятницкая или там это самое Преображенская какая-то. Последний вопрос, коротко. Как вы это делать будете? Что вы сделаете? Мы, естественно, будем акции протеста на битинги. Скоро ждать их уже. Естественно, мы этот вопрос просто так не оставим. Я еще раз говорю, это глупость и великая глупость господина Быкова. Наше время заканчивается на этом жарком диалоге. Спасибо, Сергей Павлинович. Всего доброго вам и хорошего дня нашим слушателям. Всего самого доброго. И спасибо всем радиослушателям, кто нас слышал и задавал вопросы.